В 1583 году царь Иван Грозный издал указ о строительстве города Архангельского, города для корабельной пристани. 1584 год считается годом основания города Архангельска. Архангельск расположен в дельте реки Северной Двины, примерно в 35 километрах от места ее впадения в Белое море. Рос город, рос и развивался первый морской порт России. Ангричане, голландцы и прочие немцы везли сюда сукно, бархат, кружево, вина, драгоценные камни, порох и пушки, вывозя в свою очередь пшеницу, сало, соболей, смолу и другие товары. Практически вся русская торговля с западными странами велась в то время через Архангельск. В 1584 году в Архангельск приходило 29 иностранных судов, а в конце XVII века до 80 судов ежегодно. Бурное развитие торговли вызвало необходимость в лоцманской проводке кораблей в порт города. Фарватеры поморских рек очень коварны. Сильные течения, мели, подводные камни и водовороты создают большие трудности для судоводителей. Кроме того, на внутренних водных путях русского севера вплоть до XIX века не было почти никаких навигационных знаков. Поэтому ни один, даже самый опытный кормщик, не мог самостоятельно добраться до причалов Архангельского порта. И здесь требовалась помощь корабельных волжей от слова «водить» или «лоцманов». Фарватер в дельте Северной Двины очень хорошо знали местные жители, которые издавна жили на островах, в устье реки. Известно, что еще в XVI веке корабельные Волжи проводили иностранные суда по рукавам Северной Двины. А в 1653 году впервые по царскому указу крестьянину Архангельской губернии Вознесенского прихода Ивашке Хабарову со товарищами было разрешено проводить к Архангельскому порту и отводить в море торговые разных земель корабли. В морском порту Архангельска наибольшая протяженность лоцманской проводки. Она составляет 39 морских миль. Официально лоцманская служба была создана, когда император Петр Великий издал указ Ивашке Алтуфьеву и Козенке Кацоуса, товарищи, быть вам во время ярмарки нынешнего 1613 года в корабельных Волжах в городе Архангельском. 1613 год считается годом создания первой в России лоцманской службы в городе Архангельск. Профессия эта считалась по море элитной, штучной. С эпохой Петра Великого связаны многочисленные изменения в организации лоцманской службы Архангельского порта. Именно тогда из документов исчезают корабельные вожжи и появляются лоцманы. При своем посещении Архангельска Петр I познакомился с архангельскими вожжами, оценил их знания иностранных языков, отметил не только их высокое профессиональное мастерство, а также их умение постоять за себя, отстоять свою точку зрения, найти выход в сложной обстановке. Также одним из своих указов Петр I повелел, что каждое заходящее в северную двину судно должно было вынимать из своих трюмов и оставлять на островах или устроящегося Архангельска часть своего балластного камня. И сегодня вдоль берега у островной деревни Кальчина можно видеть целую набережную из булыжников, привезенных когда-то со всех концов Европы. Существует давний морской обычай. Когда на порт поднимался лоцман, то на корабле поднимался красно-белый лоцманский флаг. При поступлении на лоцманскую службу с 1825 года лоцманов обязали носить форменную одежду и только в ней появляться на судне. Это был кафтан темно-зеленого сукна, на котором на груди с левой стороны прикреплялся отличительный знак с личным номером и имелась надпись «Архангельского порта Лоцман». Тот же номер отливался и на пуговицах бушлата с тыльной стороны. Лоцману приходилось добираться на лодке, пришедшему к кораблю в любую погоду. И если лоцман попадал в шторм, лодку разносило в щепки, он мог погибнуть. А по номерной бляхе можно его было опознать. Есть в городе Архангельске достопримечательность, о которой немногие знают. В дельте Северной Двины на одном из островов находится единственный в мире музей лоцманов. Родиной лоцманов считается деревня Пустошь, где в 1780 году был создан Лоцманский стан. Лоцманский стан был административной единицей Пустошинского Амосовской волости, куда входило семь старинных деревень – Пустошь, Пески, Кавкала, Кальчина, Верхние и Нижние Хвосты, Залахоти. Местные лоцманы славились по всему Белому морю, ибо учились этому ремеслу с малолетства. Сами лоцманы и их семьи селились в здешних деревнях, обособливая от местных жителей. Чтобы не допускать посторонних в профессиональную среду, лоцманы по морю объединялись в закрытые артели. Они тщательно охраняли секреты своего ремесла. Быть лоцманом – большая честь, и ею нужно дорожить. В задачу лоцмана входило ответственное дело – встретить корабль на входе в Северную Двину и провести его по сложному, часто меняющемуся фарватеру с мелями, с многочисленными протоками, которые были хорошо известны исключительно местным жителям до Архангельска. Спасли однажды местные лоцманы Кацов и Алтухьев и жизнь самого Петра I, попавшего в нешуточный шторм на Белом море. Архангельские лоцманы составляли в родственном отношении одну семью, дающую каждой деревне свою фамилию. Например, в деревне Кальчина проживали Хабаровы, в деревне Кавкало – Котловы, в Пустоши – Пустошные, в Залахоте – Кацовы, в деревне Хвосты – Урпины, и различались они только по именам и отчествам. Эти лоцманские династии составляют историю архангельского лоцманского дела. Лоцманы внимательно следили за малейшими изменениями на реке, на участках вблизи своих поселений. Волжи изо дня в день, из года в год мерили глубину, составляли лоцию – карту проток каналов-проходов. Лоцманы своих детей и родственников приучили к этому нелегкому труду, создавали лоцманские династии. С тех далеких пор и повелось, что в каждой островной деревне была своя лоцманская династия. Профессиональные секреты лоцманы передавали только родственникам и самым близким людям. Курс двинского знания изучался каждым будущим лоцманам с малых лет. Дети лоцманов с 80 лет вместе с образовательными предметами учили хотя бы два иностранных языка, чтобы общаться с капитанами заграничных кораблей. Лоцман должен был знать глубину и отмели, свойства донного грунта, уровень приливов и отливов, направление ветра, течение воды. Особое внимание уделялось изучению речных фарватеров, речных рукавов, отмелей и рифов. Лоцман должен был уметь обращаться с любым судном на борт которого ему доведется взойти. Вместе с этим высоко ценилась личная отвага. Лоцман был обязан в любую погоду выйти на небольшом карбасе навстречу приближающемуся с моря судну и исполнить свой долг до крайней возможности. Случалось, корабельные вожи гибли в штормовую погоду, поэтому детей учили заранее правилам поведения в экстремальных условиях. Корабельные вожи или лоцманы слыли в поморских деревнях местной интеллигенцией, элитой и настоящей белой костью. Профессия-то во все времена была штучной и закрытой для людей со стороны. Считаю, что каждый лоцман может быть капитаном, но далеко не каждый капитан лоцманом. Кстати, говорят, именно с пустоши, куда в XIX веке привезли из Германии первые саженцы, пошла в архангельские традиции засаживать тополями городские улицы. Делалось это прежде всего в миллиардных целях для осушения болотистых мест, благодаря чему город отпоевывал у природы все новое жизненное пространство. В деревне Пустошь создан музей лоцманов в доме 1900 года постройки. Рядом с домом установлен памятный знак «Корабельным божьим». Изначально в этом доме располагалось волосное собрание, а сейчас там дом культуры, где и находится музей лоцманской славы. В музее собраны подлинные вещи со всех островов, принадлежавшие семьям лоцманов. Сложно представить, что так могли жить простые люди. Лоцманы были людьми зажиточными. Владельцы судов хотели первыми доставить свой груз в порт, и поэтому на оплату лоцманам они не скупились. Нередко в лоцманских семьях первыми появлялись зарубежные новинки, как в городе. Такие, как патефон, кожаный диван, кофемолки, венские стулья, голландская коляска. Лоцман – это мужская профессия. Поморские женки должны были растить и воспитывать детей, убираться по хозяйству и ждать мужа с работы. В лоцманских семьях повелось, что если жене некогда сидеть у окошка, то они ставили такую плетеную куклу – ждальщицу. Когда жены лоцманов выходили в Архангельск на прогулку, городские дамы замолкали. Изысканные европейские наряды до столицы Поморья доходили гораздо позже, чем до деревень в дельте Двины. Да, лоцманская служба существует и поныне. Лоцманы живут теперь в Архангельске, и на службе у них новые технологии. Профессия лоцмана – одна из старейших, пользовавшаяся в морской среде особым уважением и на протяжении столетий передававшаяся от отцов к сыновьям. 18 декабря 2019 года в Архангельске на набережной Северной Двины установлен памятник корабельным вожжам Архангельска лоцманам России. 400 лет основания лоцманской службы России. На памятнике мы можем прочитать слова клятвы лоцманов петровских времен. Во всех делах служения моего иметь в уме и помышлении не свои личные выгоды, но честь российского флага, пользу морской службе.